Уверен, что вы слышали выражение правильной жиры. Авокадо, оливковое масло или есть что-то еще. На каких жирах надо жарить, а какие добавлять в продукты без нагрева? Об этом и о многом другом мы поговорим в данном выпуске. Меня зовут Станислав Шереметьев, это канал Академии Нутрициологии. Полезного просмотра. Для начала сделаем небольшой экскурс в тему жиров. Узнаем, где они содержатся, из чего состоят и какие особенности имеют. Жиры состоят из жирных кислот, а жирные кислоты это ничто иное, как цепи из углеводорода, они изображены на доске. Если такие цепи длинные, то масло в таком случае при комнатной температуре будет иметь какую-то форму, например, как сливочное масло, а при низких температурах будет становиться твердым. Первый вид жирных кислот, который изображен выше, называется насыщенными жирными кислотами. В них нет двойных связей, они, как правило, вытянуты в одну линию, и продукты, являющиеся источниками таких жирных кислот, как правило, относятся к животным продуктам, за исключением некоторых растительных продуктов, например, кокоса. Вы сейчас можете видеть их на экране. Продукты, которые содержат и являются источниками ненасыщенных жирных кислот, а ненасыщенные жирные кислоты содержат двойные связи, одну или более. Это позволяет жирным кислотам быть более гибкими, более поворотливыми, и это влияет на свойства таких продуктов. Ненасыщенные жирные кислоты делятся на две подкатегории. Это мононенасыщенные с одной двойной связью и полиненасыщенные с двумя и более двойными связями. Источниками, как правило, ненасыщенных жирных кислот являются растительные продукты, за исключением некоторых животных продуктов, например, рыбы. Здесь важно привести ремарку. Когда я говорю, или вы где-то читаете о источниках насыщенных жирных кислот или ненасыщенных жирных кислот, имеется в виду, что такие источники в большей доле содержат либо насыщенные, либо ненасыщенные. Далее мы поговорим с вами об источниках омега-3, омега-6 и насыщенных жирных кислот. Приведу пример. Оливковое масло — это отличный источник омега-9 мононенасыщенных жирных кислот. Это означает, что достаточно существенная доля по отношению к другим жирным кислотам является именно ненасыщенными жирными кислотами омега-9. Но и другие жирные кислоты, некоторые в нем, также содержатся. Для нашего организма важны все три вида жирных кислот. Это насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Источники данных жирных кислот вы сейчас можете видеть на экране. Теперь мы можем с вами разбираться немного в названиях и свойствах разных жирных кислот. Но давайте теперь поговорим о текущих современных реалиях магазинных промышленных продуктов, которые мы потребляем. И здесь есть большие проблемы. К проблемным жирам, которые добавляются в большинство промышленно произведенных продуктов, относятся трансжиры, подсолнечное масло и пальмовое масло. Эти масла являются способом удешевления производства продуктов, но одновременно с этим мы имеем ряд выраженно негативных эффектов, о которых мы поговорим дальше. Регулярное потребление трансжиров в составе промышленных продуктов по результатам исследования приводят к существенному повышению риска развития инсулино-резистентности, риска сердечно-сосудистых заболеваний, риска повышения воспалительного фона, риска онкологии различных видов, приводят к уменьшению разнообразия кишечной микрофлоры в организме человека. Важно отметить, что избыток насыщенных жирных кислот и омега-6, полиненасыщенных жирных кислот, их источники вы сейчас можете видеть на экране, также связаны с повышением перечисленных рисков. Одним из самых, пожалуй, распространенных видов масел, которое повсеместно использовалось на территории СНГ и до сих пор используется, это подсолнечное масло. В чем проблема данного масла? Дело в том, что подсолнечное масло является одним из наиболее выраженных источников омега-6. Это первая проблема. Вторая проблема как раз-таки в распространенности использования данного масла. Избыток омега-6, особенно при выраженном недостатке омега-3, приводит к ряду серьезных проблем, в том числе тех, которые мы уже обсудили. И это очень такая глобальная тенденция во всем мире. Соотношение омега-3 к омега-6 — это очень важный критерий здорового рациона и в целом жизни человека. Дело в том, что омега-3 и омега-6 — это виды полиненасыщенных жирных кислот, они являются материалом для синтеза специальных сигнальных молекул в нашем организме, отвечающих за управление балансом между воспалением и противодействием воспалению. Так случилось, что омега-3 является материалом преимущественно для синтеза противовоспалительных компонентов, а омега-6 является материалом для синтеза преимущественно провоспалительных компонентов. Поэтому смещение баланса между омега-3 и омега-6 очень сильно влияет на тенденцию к провоспалительному состоянию, то есть состоянию, которое предрасполагает к воспалению. Представьте, если нормальное соотношение омега-3 к омега-6 лежит в диапазоне от 1 к 6 до 1 к 10, то есть 1 часть омега-3, 6 частей омега-6. Это нижняя граница и верхняя граница, 1 часть омега-3 и 10 частей омега-6. То есть в норме омега-6 может в 10 раз превосходить в потреблении омега-3. И в этом смысле это будет абсолютно нормальная ситуация. Современные исследования показывают, что среднее потребление омега-6 настолько высоко, а среднее потребление омега-3 настолько низкое, что такие соотношения в среднем составляют 1 к 40, 1 к 50, 1 к 60 и так далее. Исходя из этого, очень рациональным правилом является ограничение источников омега-6, особенно ограничение подсолнечного масла, которое мы все с вами знаем и которое очень распространено в странах СНГ. Это преимущественно замена, например, на оливковое масло. И это повышение потребления источников омега-3, как растительных форм, так и животных форм. С преобладанием, конечно, животных форм. Например, рыбий жир и потребление жирной морской и океанической рыбы является отличным решением в этом вопросе. Конечно же, чтобы в рационе у нас был баланс не только между белками, жирами, углеводами, но и баланс внутри профиля жирных кислот между насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, между омега-3 и омега-6, нам нужны знания и навыки. Такие знания и навыки вы можете получить на курсе «Превентивный нутрициолог» в Академии нутрициологии. Ссылка на курс для ознакомления в описании. Идем дальше. Нам нужно еще с вами обсудить, как использовать масла, на каких жарить, какие добавлять, например, в холодные продукты, а также как правильно хранить масла. Конечно же, в идеальном мире лучше ничего не жарить. Однако мы живем не в идеальном мире и хотели бы сделать свою еду еще и вкусной, поэтому время от времени жарка нам понадобится. Для жарки длительно и на высокой температуре нам пригодятся два вида масла. Это масло ГХИ и кокосовое масло. Эти масла являются выраженными источниками насыщенных жирных кислот. Исходя из того, что в них нет двойных связей, они наиболее устойчивы для приготовления на высоких температурах. Они меньше всего окисляются, поэтому меньше принесут нам вреда. Лайфхак для проверки, насколько масло подходит для того, чтобы вы на нем жарили. Если вы начинаете жарить и увидите, поднимается какая-то копоть, дым, сильно меняется вкус, меняется сильно запах, то такое масло не подойдет для жарки, потому что, скорее всего, в нем содержится большое количество тех веществ, которые просто сгорают при нагревании. Если этого не происходит, то такое масло подходит для того, чтобы на нем жарить. Идем дальше. Для непродолжительной жарки при невысокой температуре, например, для пассировки овощей, отлично подойдет нерафинированное оливковое масло и абокадное масло. Данное масло имеет достаточно высокую точку дымления, и поэтому в средних температурах не будут дымить, не будут портить вкус и не будут гореть. Если мы хотим добавить масло в салат, то идеально, конечно же, использовать также нерафинированные масла. В этом случае мы можем также использовать нерафинированное оливковое масло, extra virgin, и нерафинированное абокадное масло, а также добавлять к ним нерафинированные масла, например, леновый семени, холодного отжима и масло черного тмина. Дополнительная добавка других нерафинированных масел будет отличным источником микронутриентов. И в завершении несколько важных правил по хранению нерафинированных масел, в том числе сыродавленных нерафинированных масел. Первое. Чем свежее масло, тем лучше. Второе. Масло лучше всего хранить в темной стеклянной бутылке в темном месте. И третье. Лучше всего хранить масло в холодильнике на боковой полке. Таким образом будут соблюдаться и предыдущие правила в том числе. У меня на этом все. Если у вас остались вопросы по использованию масел и их употреблению, пишите, пожалуйста, в комментариях. С вами был Станислав Шереметьев, канал Академии Нутрицологии. До скорых встреч.